История казачества в Оренбургском крае насчитывает не менее четырех столетий. Войско складывалось и крепло не стихийно, а было создано административным путем. Оно с самого начала не знало вечевой вольности казачьего самоуправления. И главной отличительной чертой оренбургского войска была его многонациональность. В составе войска было до 10% мусульманского населения. Были даже поляки, были евреи, были немцы. И как бы назвать их этносом, да, ну, не получается. Тем сильно было оренбургское казачье войско, потому что своя многонациональность. И сегодня, проводя вот большие как бы мероприятия, вот тот же круг, да, у нас на круге присутствует два священника. В уставе записано, у нас в рекомендациях, если священника нет на круге, круг считается недействительным. Поэтому всегда приглашаем два священника. То есть православный и, будем говорить, мусульманский. Они зачитывают молитвы, благословляют работу круга. Ну и, естественно, как бы этим самым закрепляя веру. Возрождение казачества началось с 90-х годов прошлого столетия. С этого времени можно вести отсчет современного оренбургского казачества. Наша оренбургская казачья войска, оно расположено на пяти субъектов Российской Федерации. Это значит, что это Оренбургская область, Челябинская область, Курганская область, Свердловская область и часть Башкирии. И когда несколько лет тому назад подписывался указ президента, он как раз и зафиксировал в уставе войсковом вот эти территории, исторические, на которых может быть расположено Оренбургское казачье войско. Ну и наш отдел, он всегда был первый отдел Оренбургского казачьего войска. По указам нашего губернатора Александра Берга тоже расположение его зафиксировано в территориальных границах Оренбургской области. Это вот, ну будем говорить, такая канва Оренбургского казачьего войска. В том числе, как бы, его первого отдела, то есть организация, которая расположена на территории Оренбургского войска, отдела, вернее, их у нас 44 первичных казачьих организаций. Они расположены, ну, тоже на территории их области. И вот эти вот первичные казачьи общества, хуторские или станичные, они и составляют основу первого отдела Оренбургского казачьего войска. То есть они учредили отдел. Одним из таких становых хребтов первого отдела можно смело называть Новоорское станичное казачье общество. Вместе 42 человека. Станицы Новоорска. И плюс, вот мы сегодня только буквально были у нас, значит, заседание правления было, решили вот на этом круге в конце сентября, плановый круг, принимать еще будем порядка 67 человек, еще дополнительно людей. То есть они оформлены карточки, все, но их надо на круги, по нашим казачьим обычаям, принять на круги казаки. Вот 60 с лишним человеком мы будем принимать еще. 240 плюс 60. То есть отрадно наблюдать, сейчас молодежь там подтягивалась начала, но подтягивалась начала почему? Потому что вы увидели реальное дело. Вот сейчас наблюдали по эти ребята у нас добровольные по охране общественного порядка и экологической безопасности. То есть мы, Иван Митич вам объяснял, что, во-первых, отрадно перестали ПГС выбирать незаконно. Причем мы собрали всех в постсовете, значит, вот этих всех нарушителей и договорились так, ребята, есть официальный карьер, платите денежки, берите куда хотите, а здесь не портите нам природу, мы еще детям хотим оставить. В общем, с этим сейчас вопрос закрытый. Мусор не санкционируется, свалка мусора тоже, это же дружина по охране общественного порядка, тоже это ведет, как говорится, под ее наблюдением. И плюс еще, значит, вот помощь, вы сегодня наблюдали ГБДД, и вечером с ППС, патрульно-постовая служба, патрульные улицы в плане охраны общественного порядка. Жизнь современных казаков отличается от той исторической, где охрана границы – святой долг свободного казака. Нынче служба государству иная, и здесь, в Новоорске, казаки нашли себе применение. У нас как бы соглашение, вот, мы заключили тройное, это администрация постсовета и ОВД нашему, ну, с Васильевым, вот, и наша задача заключается в том, по охране общественного порядка. Сейчас вот в данный момент, вот вы видите, вот стоит автомобиль, вот с казаками, мы контролируем, вот, грузовое движение автотранспорта, которое нарушает движение, под знак грузового движения запрещено. Вот, вот, мы фотографируем на видео, вот, потом это список, составляем реестр грузовых автомобилей и отправляем это все в госавтоинспекцию. Вот, госавтоинспекция проводит вот это все, потом, как бы, она отчитывается перед администрацией, перед нами, вот, о, как бы, это самое, о проделанной работе. Вот, сколько было привлечено к административным правонарушениям водителей грузового автотранспорта. В летний период мы совершаем рейды какие? По реке Кумак. Вот, это, как бы, противопожарное состояние. В общем, доводим до гостей наших, кто приезжает там отдыхать сюда, что, как вести себя, вот, как нужно ставить мангал, что для этого нужно делать, в общем, чтобы, как бы, не было пожаров у нас вот здесь. Ну, как бы, народ это все воспринимает и, более-то, это понимает. Нормально, спокойно? Спокойно, нет. Что, было три года назад, кидались, вроде, как бы, ну, вам какое дело, мы здесь отдыхаем, езжайте. Но сейчас нет. Сейчас, если ты подходишь, представляешься, как положено, что, вот, там, допустим, вот, подошел вахместер Александров, да, Новоорско-Станичное казачье общество. Культурно, аккуратно все, как бы, доводим до людей. И вот, и все. Смотрят люди в форме, как-то относятся к этому положительно. База нашей добровольной пожарной дружины Новоорско-Станичное казачье общество. У нас пять человек здесь приписаны, как говорится, дружины. То есть, в случае пожара, они оповещаются, выезжают на тушение пожара. То есть, как вспомогательные подразделения. Помогаем тушить пожар. В том году мы тушили, луга горели, засух сильный был, а в этом году, слава богу, не было. В том году, очень позапрошлым году пожаров много, мы выезжали. Вот, так что пожарная дружина, в общем-то, работает нормально. Мы вошли в государственный реестр в МЧС, как пожарная дружина добровольная. В МЧС мы оформили документально все, значит, нам выдали свидетельство. В этом году, в мае месяце, мы участвовали в соревнованиях среди добровольных пожарных дружин. Заняли первое место в области. Ездили на соревнования на федеральный округ в Ульяновске. Там заняли призовую номинацию одну. Ну, первое место, ну, не смогли. Да, судьба такая, значит, ну, немножко не дотянули. У нас еще помимо, помимо вот этой точки еще есть в Добровольском, в Станичном казачьей обществе тоже. Ну, как бы я район освещу, значит, в Добровольске и в Кумаке. Там тоже казачий, хутор казачий есть. И там тоже казаки участвуют также добровольцами. Добровольцы, пожалуй, дружина. Сейчас станичники готовятся выйти на новый для себя уровень. Вот сейчас мы ведем переговоры. Значит, тут у нас недалеко будет строиться ракетная площадка. Вот буквально здесь, в поселке Лужки. Сейчас представители Министерства обороны приезжали. Им нужна охрана. Вот сейчас восемь казаков мы уже готовим на охрану уже объектов. Государственной федеральной собственности. Это тоже одна из служб. Потом, значит, охрана муниципальной собственности. Вопрос тяжело идет. Очень тяжело из-за отсутствия финансирования. Вот, скажем, 154 закон, который принят в пятом году еще, федеральный закон прямого действия. Он обязывает власти на всех уровнях федеральной, муниципальной, да, сотрудничать с казачьими обществами. Но все упирается, опять же, в финансирование. Как бы мы ни хотели, но за так, сейчас уже как-то... Я понимаю, что до 17-го года были льготы у казаков, да? Не платили налоги. Урал ихний был, земли ихние. Все это бесплатно. За это они отрабатывали, отслуживали, как говорится, да? Сейчас у нас ничего нет. Земля на общих обстановлениях, налоги на общих обстановлениях, ничего нет. А службу, вот, пожалуйста, службу. Мы же не просим, мы не просим, дайте нам денег на содержание аппарата, там, атаманы и всех прочих, нет. Мы это не просим. Мы просим государства, дайте нам службу. Другими словами, на примере Новоорска можно говорить о той роли казачества, которую ему отводят, в том числе и на федеральном уровне. Это не просто какая-то яролашная работа. Ну, сегодня существуют, будем говорить, государственные нормативно-правовые акты. Сегодня существуют указы президента. Сегодня существует федеральный закон. Помимо федерального закона у нас есть областной закон об Оренбургском казачестве. То есть в руководстве и в развитии казачьего общества, конечно, ориентируются на эти документы. Ну и плюс уставная деятельность каждого казачьего общества. То есть они принимают решения, касающиеся непосредственно казаков, ну и потом выполняют их. Еще памятны годы, когда даже само слово «казак» было под негласным запретом. И в Новоорске есть люди, которые свято хранят память о тех временах и людях. Когда призывали в армию, их в армию не брали, а они служили в войсках чон, или здесь назывался переменный состав, кавалерия. Здесь, значит, три колхоза было в Новоорске. В каждом колхозе были фондовские лошади, там, значит, седла, все-все было. И это самое штаб был в бывшем здании Райфо. Вот там, значит, был штаб, там было оружие, там были шашки. И в случае тревоги какой-то выезжали в Среднюю Азию на борьбу с басмачами. Среди задач, стоящих перед казачеством сегодня, патриотическое воспитание подрастающего поколения идет первым. Казаки понимают, спустя годы забвения нужно заново восстанавливать доброе имя и уклад оренбургского казачества. Мы приграничная область, граничим уже с другим государством. И мы, вот старшее поколение казачества, которое вот в течение 20 лет возрождает традиции оренбургского казачества, конечно, понимаем, что наши ошибки, которые мы совершали, мы их должны учесть, но не дать ошибаться подрастающим поколению. И задачей, которая является нам возродить казаков нового поколения, новой формации, нового, может быть, мышления. Откуда они берутся? Ну только непосредственно проходя вот через становление оренбургского казачества. Мы же понимаем, что сегодня на территории Орибургской области нет того человека в живых уже, который, будем говорить, видел то казачество до 13-го года. Почему? Ну потому что столько лет прошло. А, к сожалению, литература, будем говорить, вчерашнего дня, она, ну тоже немножко как бы написана с другим уклоном, да. Мы же вот видим фильмы старые, да, если чапаевцы, то все молодые, на коне, вперед, со знаменем. А казачьего генерала показывают, тачанки, дряхленьки и все прочее. Это мы сейчас понимаем, ну что это как бы не совсем в действительности так было. И вот главная задача отдела, я не перестаю, как бы ставить такие, уставать, ставить такие задачи, воспитать поколение. И у нас уже получается. Сегодня по области много казачьих классов, и молодежь, она вот впитывает, как губка, как бы вот, идеи патриотизма, идеи защиты своего государства, честности. И у нас заповеди казачьи, они как раз вот на это и вставляют. И положительная динамика такая вот идет, и все больше и больше молодежи вовлекает. Яркий пример подобного воспитания и внимания – клуб «Русский богатырь», который уже четвертый год успешно работает в Новоорской станице. Сначала мы попробовали, сделали кружок туризма и краеведения. Начали изучать такие спортивно-прикладные дисциплины, как туризм, краеведение и общая физическая подготовка, нагрузочка такая физическая давала, чтобы ребенок телесно тоже физически развивался. Потом год прошел, сделали летние лагеря, где то, что в теории в течение года изучалось, закрепили на практике. Детям понравилось, они попросили более такие военно-прикладные расширить дисциплины, изучать. И возникла идея создания военно-патриотического клуба, который благословил митрополит Валентин Оренбургский, Бузулукский тогда. И уже кружок туризма и краеведения стал в статус военно-патриотического клуба. В течение года дети изучают 11 дисциплин. В первую очередь это основа православной культуры, потом русский рукопашный бой, сначала общая физическая подготовка идет, строевая, огневая, медицинская подготовка, горная и высотная подготовка, также краеведение, история и многие другие дисциплины, которые помогли бы в жизни преодолевать трудности, с которыми дети будут встречаться. Отчасти, когда не было специалистов, преподавал я сейчас, ну и чтобы разгрузить, все-таки у священника назначение другое совсем. Сейчас подбираем специалистов, которые преподают дисциплины, как рукопашный бой отдельно, для военно-прикладных, лагеря, которые делаем продолжительные, уже сейчас летние, привлекаем сотрудников ОМОНа, милиции, наркоконтроля, которые уже занимаются профильно с детьми по своим направлениям. Сейчас регулярно занимается около 40 детей, и после лагерей, в которых дети, еще раз повторюсь, закрепляют полученные навыки, те, кто хотят вступить в клуб, проверяют себя, ну и берем туда подростков, попавших в сложные жизненные ситуации, и помогаем им социально реабилитироваться. Сейчас попросились еще 15 человек записаться. Конечно, большая сложность состоит в том, что эта деятельность не финансируется государством, потому что церковь отделена от государства, и, может быть, хотелось что-то большее сделать, но пока возможности нет. Слава Богу, администрация через отдел образования помогает проводить лагеря, потому что они у нас в официальный реестр лагерей уже внесены, и на это выделяются деньги. Но деньги, предположим, целевые. Я на продукты питания, на зарплату, на отчисление зарплаты могу их потратить, а чтобы купить какой-то инвентарь, палатки, снаряжение для туризма, предположим, для рукопашного боя, я не могу потратить. Хотя детишки уже ездили на соревнования по армейскому рукопашному бою, по рукопашному бою по демнамовской версии, занимали уже призовые места. Ворске на областных соревнованиях. Хотелось бы развивать это дальше. Воспитание подрастающего поколения – тема одной из ближайших программ, в которой более подробно остановимся на этой сфере деятельности Оренбургского казачества. А пока перенесемся в Нововорский дом культуры, где регулярно репетируют участники ансамбля «Калинушка». Мы как раз застали их за этим занятием. В саду гуляла, квинти збирала, в саду гуляла, квинти збирала, кого любила, причарувала. В саду гуляла, квинти збирала, кого любила, причарувала. Причарувала сердце и душу, Теперь с тобою гулять не мушу. Вот и получается, что здесь, в Новоорске, умеют не только хорошо работать и тем самым приносить немалую пользу Отечеству, но и отдыхать. И, как водится у казаков, с песней хорошей и душевной. Не для меня ведут коня, Он гривой шелково играет. Как не там бьется, сам не знает. Его куют не для меня. В будущем мы обязательно вернемся в станицу Новоорскую, чтобы посмотреть, как живут и что думают казаки возрождаемого войска Оренбургского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова